Добрый день! Сегодня мы рассмотрим довольно серьезную тему, которая звучит как Уголовно-правовая ответственность в сфере здравоохранения. Конкретно о чем будем разговаривать? Что такое преступление? Признаки преступления, юридическая ответственность, а конкретно уголовная ответственность, ее признаки, состав преступления и отдельные виды преступлений, которые могут совершать работники в сфере здравоохранения. Не только работники, а еще и в целом субъекты в сфере медицинских правоотношений. Итак, какие вопросы мы сегодня с вами рассмотрим? Вы видите перед собой 6 ключевых вопросов. Первый. Понятие, основание и содержание уголовной ответственности. Второй. Принципе уголовного закона и уголовной ответственности. Третий. Понятие, признаки преступления. Четвертый. Состав преступления. Что входит сюда? Это понятие, значение и классификация состава преступлений. Пятый. Объект и объективная сторона. И последний. Шестой. Субъект и субъективная сторона преступления. Так, приступим к теме нашей лекции. Вопрос номер один. Понятие, основание и содержание уголовной ответственности. Что же такое у нас в целом юридическая ответственность? Не уголовная, а юридическая ответственность. Определение вы видите перед собой. Юридическая ответственность это средство, которое блокирует или предотвращает противоправное поведение и стимулирует общественно полезные действия людей в сфере правового регулирования. Если мы будем говорить более простыми словами об юридической ответственности, то это различные лишения, неблагоприятные последствия, которые могут наступить в той или иной ситуации в отношении конкретного субъекта. Итак, что же в себя включает признаки юридической ответственности? Первый признак содержания юридической ответственности составляет государственное принуждение, в котором государство в лице его компетентных органов выступает как управомоченная сторона, а правонарушитель как обязанное. О чем это говорит? Когда мы говорим о мерах государственного принуждения, которые могут выражаться в различных видах. Это может быть предупреждение, штраф, когда мы говорим об административной ответственности, административный арест до 15 суток, вплоть до более тяжкой ответственности, называемой уголовной, где у нас максимальное мере наказания предусмотрено в виде пожизненного лишения свободы. В целом, по содержанию прошли. Второй признак – это определенные лишения, которые виновный обязан претерпеть. Задача юридической ответственности не только применить какие-то меры государственного принуждения к правонарушителю, а еще и наложить на него определенные лишения, которые он обязан претерпеть. Допустим, штраф. Денежное взыскание. Как правило, штраф предполагает не только взыскание стоимости поврежденного имущества, скажем так, а еще и штрафные санкции сверх этого ущерба. Третий признак – юридическая ответственность. Юридическая ответственность наступает только за совершившееся правонарушение. Что это означает? Это означает, что лицо не подлежит юридической ответственности, если заявило о намерении совершить правонарушение, но не совершило его. По сути, простой пример. За мысли никого осудить мы не можем и привлечь к ответственности тем более. Мы можем привлечь к юридическому ответственности лицо только в случае, да, либо это может быть действие, либо без действия. За мысли к ответственности мы не привлекаем. Четвертый признак – применение мер юридической ответственности возможно только при неукоснительном соблюдении закона. То есть здесь у нас могут быть нормы процессуального права, вы их видите. Это гражданское процессуальное право, уголовное процессуальное право, нормы, которые содержатся в административных правонарушениях и так далее. Таким образом, мы видим четыре ключевых признака юридической ответственности. Еще раз, это первое – государственное принуждение, государственное, то есть не око-за око там с топором побежал отстаивать справедливость, а именно государственное принуждение. Второе – это лишение, которое правонарушитель обязан претерпеть. Третье – юридическая ответственность наступает только за совершенное правонарушение. И четвертое – все это можно применять только при соблюдении норм процессуального права. То есть, по сути, на основании закона. С признаками разобрались. Виды юридической ответственности. Значит, если мы говорим ближе уже об уголовной ответственности, то ее существует три вида. Их вы видите перед собой. Первый вид – уголовная ответственность, слагаемая из осуждения в обидительном приговоре виновного лица имсодиенного и назначение в приговоре наказания и судимости. Это первый вид уголовной ответственности. В зависимости, снова-таки, от содержания. Второй вид – уголовная ответственность может состоять из обвинительного приговора и условного осуждения. Условное осуждение предполагает у нас нахождение лица, по сути, на свободе, с определенными ограничениями, но без отбытия реального наказания, допустим, в исправительном учреждении. И третий вид уголовной ответственности – это при освобождении от наказания несовершеннолетних в соответствии с применением принудительных мер воспитательного воздействия. То есть, когда у нас есть лицо, которое не подпадает под возраст уголовной ответственности, а тем не менее оно совершило правонарушение, к нему мы можем применить меры принудительного воспитательного воздействия, оштрафовать его родителей, отправить его в какое-то воспитательное учреждение, либо если мы говорим о том, что лицо признано невменяемым, то применить к нему меры назначения наказания в виде лишения свободы мы тоже не можем. А в данном случае мы его направляем в медицинское учреждение для необходимости лечения его от психических заболеваний. В целом, по первому вопросу, все. Вопрос следующий, номер два. Звучит он просто. Принципы уголовного закона и уголовная ответственность. Ключевые принципы вы можете видеть перед собой. Принцип законности, принцип равенства граждан перед законом, принцип вины, принцип справедливости и принцип гуманизма. Естественно, все мы понимаем, что эти принципы являются своего рода идеальными, устоявшимися. То есть эти принципы существуют всегда, везде, в области права. Они всегда присутствуют в любой отрасли права. Что бы ни происходило, эти принципы должны соблюдаться. Ну, снова повторяемся, говорим мы об идеальной ситуации. Естественно, эти принципы могут нарушаться. В этом случае у нас сразу же возникает механизм защиты и восстановления нарушенных прав человека, гражданина, либо это специальный субъект, скажем так, медицинский работник и так далее. Немножко о каждом принципе подробнее. Первый принцип законности, это статья 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. О чем она нам говорит? Она нам говорит о том, что преступность деяния, а также его наказуемость обусловлена только уголовным законом. И применение закона по аналогии не допускается. Что такое применение закона по аналогии? То есть когда у нас есть вроде как подобные преступления, примерно одинаковое состояние каждого из преступников, и мы можем как бы применять такой способ аналогии. Да, вот к одному мы применили меру уголовного наказания в виде там лишения свободы на 15 лет. Ну, вроде как бы подобное преступление, и мы применяем аналогичную меру. То есть в целом, если мы говорим в принципе законности, то в уголовном законе принцип, ну даже не принцип, процедура применения уголовного закона по аналогии не допускается. То есть здесь у нас четкий индивидуальный подход к каждой ситуации, к каждому преступлению, к каждому преступнику и к мере ответственности за нарушение. Второй принцип. Принцип равенства граждан перед законом. Статья 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Лица, которые совершают преступление, с точки зрения этой статьи равны перед законом и подлежат уголовной ответственности, независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, должностного состояния, места жительства, религиозных убеждений и так далее. Естественно, этот принцип может нарушаться, но если мы смотрим на него с точки зрения теоретических положений, то он обязан соблюдаться. Принцип равенства граждан перед законом. Следующий принцип. Принцип вины. Статья 5 Уголовного кодекса Российской Федерации. О чем он нам говорит? Оно говорит нам о том, что лицо подлежит уголовной ответственности только за совершенные им противоправные деяния, в отношении которых установлена его вина. То есть, если вина этого лица не установлена, значит, по логике, это лицо должно быть освобождено от уголовной ответственности. Либо его вина установлена, но не доказана. То есть, есть нюансы в отношении признания вины, особенно если лицо себя виновным не признает. Следующий принцип. Принцип справедливости. Все очень просто. Все меры уголовно-правового характера, которые применяются к преступнику, должны быть соизмеримы с тяжестью совершенного им преступления. То есть, тяжесть совершенного им преступления должна быть соразмерна тяжести понесенного наказания. Принцип справедливости. Одним словом. Последний принцип. Принцип гуманизма. Что такое гуманизм, я думаю, все знают. Когда мы говорим о мерах уголовно-правового характера к преступнику, мы говорим о том, что эти меры не должны иметь своей целью причинение физических страданий, либо унижение человеческого достоинства. Ясное дело, на практике все может иметь свои особенности, но если мы заходим с позиции, как формулируется сам принцип гуманизма, он как раз таки и заключается в том, чтобы это лицо не подвергалось унижению, не подвергалось физическим страданиям, даже несмотря на то, что это лицо совершило уголовно наказуемое деяние. Третий вопрос. Понятия и признаки правонарушения. Итак, давайте же с вами разберемся, что же такое правонарушение. Итак, это общественно опасное, виновное действие или бездействие, противоречащее нормам права, наносящее вред другим лицам и влекущее за собой юридическую ответственность. С точки зрения правонарушения у нас делится на два вида. Первый вид это преступление, второй вид это проступок. Разница в этих видах в одном, в тяжести совершенного правонарушения и в тяжести, логично, наказания. Ответственно, правонарушение, это в целом виновное действие либо бездействие, противоречащее нормам права и влекущее за собой юридическую ответственность. И оно может быть двух видов. Отсюда и ответ на вопрос. Преступление, чем отличается у нас от правонарушения? Логичный и простой ответ, что преступление является видом правонарушения, ровно как и проступок. Разница в тяжести совершенного правонарушения, в тяжести совершенного деяния и в тяжести наступивших негативных последствий в виде юридической ответственности. Отсюда и дробление на два вида, как преступление и проступок. Признаки. Признаки правонарушения следующие. Это общественная опасность, виновность, противоправность и наказуемость. Кратко. Общественная опасность у нас заключается не только в причинении вреда другому лицу, либо другим лицам, но и в самой возможности причинения вреда. Противоправность. Все очень просто. Если это деяние запрещено законом, значит оно является противоправным. Следующее. Это виновность. То есть означает это то, что правонарушением признается деяние, совершенное по вине конкретного лица, который осознает, что совершает неправомирные действия и может в достаточной степени руководить своими действиями и поступками. Отсюда у нас всплывает важный нюанс, что виновность у нас возможна только в отношении дееспособного лица. Это важно. И последний признак правонарушения это наказуемость. Любое правонарушение влечет за собой применение мер государственного принуждения к тем лицам, которые совершили неправомерное деяние. Таким образом мы рассмотрели с вами третий вопрос, который звучал как понятие, признаки правонарушения, ну и еще мы затронули ключевые виды этого самого правонарушения. Переходим к вопросу номер 4. Состав преступления, понятие, значение и классификация составов. Что же такое состав преступления, спросите меня вы. А я отвечу. Состав преступления это совокупность предусмотренных уголовным законом объективных и субъективных признаков, которые характеризуют общественно опасное деяние как преступление. Я думаю многие знают, слышали, может быть видели, говорят, нет состава преступления, значит нет и самого преступления. Либо нет состава преступления, значит мы вам отказываем в возбуждении уголовного дела. Поэтому состав преступления является ключевым показателем в целом наличия самого преступления, совершенного деяния, которое классифицируется как преступления и наступивших в следствии этого негативных последствий. Итак, какие же у нас есть признаки, относящиеся к составу преступления. Значит состав преступления нас включает в себя 4 признака. Их вы видите перед собой. Первый признак объект, далее объективная сторона, субъект и субъективная сторона. В принципе запомнить довольно легко. Достаточно запомнить объект и субъект, и оттуда еще вытащить 2 признака. Все эти 4 признака являются ключевыми для определения состава преступления. И есть у нас еще немножко расшифровки, да, в отношении состава преступления. Значит в отношении обязательных признаков мы относим к ним это общественное отношение, общественно опасное деяние, как действие, так и бездействие. Вина в форме умысла или неосторожности. И четвертый обязательный признак вменяемость лица и достижение возраста уголовной ответственности. Конкретно, да, о возрасте, о умысле и неосторожности мы поговорим с вами чуть позднее. Ваша задача зафиксировать эти 4 обязательных признака. Плюс к этому выделяют еще и факультативные признаки. То есть это те признаки, которые применяются не ко всем составам преступления, а только к некоторым из них. Какие же это факультативные признаки? Их всего 7. Первое, предмет преступления, потерпевший от преступления, преступные последствия, ПСС, то есть причинно-следственная связь между деянием и последствиями, обстоятельства времени и места, способ, обстановка орудия и средства совершения преступления, мотив и цель, и специальные признаки субъекта преступления. То есть если это специальный субъект, допустим, медицинский работник, это специальный субъект. Не все у нас медицинские работники, соответственно, не все преступления могут совершить обычные лица, не являющиеся субъектами медицинских правоотношений. Тут понятно все, скорее всего. Какое же у нас значение факультативных признаков состава преступления предусмотрено в уголовном праве? Значит, эти факультативные признаки, да, сейчас о них, могут вводиться законодателям в основной состав преступления и являются обязательными. Допустим, там, тайный способ изъятия чужого имущества. А у нас мы знаем, что есть статья 158 уголовного кодекса Российской Федерации, которая говорит о том, что кража это тайное хищение чужого имущества. То есть, опять же, факультативный признак может стать обязательным. Ну и так далее. В чем же значение у нас состава преступления? Значение у нас состава преступления состоит в том, что его наличие в полном объеме. Да, то есть, не то, что там у нас есть три признака, четвертого нет, все четыре, полное наличие четырех признаков состава преступления и будет нам говорить о том, что это преступление существует и, соответственно, это является у нас достаточным основанием для того, чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности. Не забываем о том, что у нас есть классификация составов преступления. Они могут классифицироваться по степени общественной опасности. Допустим, это может быть основной состав преступления, состав со смягчающими обстоятельствами, с отягчающими обстоятельствами. То есть, в принципе, стараюсь вас, естественно, сильно не загружать этим, но, как в качестве примера, допустим, состав с отягчающими обстоятельствами. Допустим, лицо находилось в невменяемом состоянии, а конкретно в состоянии, скажем так, алкогольного опьянения и совершило преступление. Это вариант состава с отягчающими обстоятельствами, Либо лицо совершило преступление по предварительному сговору, лицо совершило преступление группа лиц, лицо совершило преступление в отношении двух или более лиц. Это все примеры отягчающих составов преступлений. Теперь пример смягчающих составов. То есть лицо совершило преступление, честь соседичная раскаялась. Смягчающий состав. Лицо совершило преступление, но при этом оно совершило преступление без особой жестокости, ни разу к ответственности не привлекалось, имеются на иждивении несколько несовершеннолетних детей, и еще какие-то факторы, допустим, положительная характеристика с места работы и с места учебы, как вариант. Это все можно считать смягчающими обстоятельствами. Естественно, полный перечень как отягчающих обстоятельств, так и смягчающих у нас приведен в Уголовном кодексе и Уголовно-профессуальном кодексе. Я лишь привел некоторые примеры из них. По структуре, значит, у нас еще присутствуют, бывают простые составы, бывают сложные составы, то есть простой состав у нас есть одна форма вины, сложный состав, допустим, когда у нас есть несколько преступлений, совершенных в одно время, допустим, там разбой и убийство. То есть одновременно у нас были насильственные действия, и тут же у нас произошло убийство. То есть здесь как бы два состава, но преступление начинало и заканчивало свое действие, вот, собирая в себе эти два состава сразу. То есть это сложный состав. Также составы можно конкретизировать по основанию объективной стороны, о чем мы еще поговорим позднее. Но в целом, да, углубляться сильно не будем. Ключевая задача запомнить, что состав преступления, что это? Да, это совокупность всех признаков, которые характеризуют деяние как преступление. И какие это признаки? Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Теперь поговорим непосредственно о отдельных элементах состава преступления. Итак, объект и объективная сторона преступления. Что же у нас такое объект? Объект это те общественные отношения, которым преступление наносит вред, интересы личности и общества в целом. То есть здесь не мы говорим только о личности, мы говорим об общественных отношениях. То есть здесь у нас может быть, не спешим, здесь у нас могут быть объектом не только вещи материального мира, какие-то ценности. Могут быть общественные отношения, допустим, это хулиганство, хулиганские действия, как вариант. Это могут быть самоуправства, есть такое преступление, это может быть повреждение чужого имущества. То есть здесь мы опять же говорим об объекте преступления, как общественных отношениях. И какие же виды объектов у нас присутствуют? Общий, родовой, видовой и непосредственный. Общий объект включает в себя все общественные отношения. Статья 2 Уголовного кодекса, там можно все более подробно посмотреть. То есть все общественные отношения. Родовой объект, это совокупность сходных общественных отношений. Варианты, допустим, кража, грабеж, вымогательство. Допустим, кража. Мы проникли в чужое жилище и похитили ценности. То есть мы, по сути, даже совершили два преступления. Проникновение в чужое жилище и кража. То есть хищение, тайное хищение чужого имущества. Либо здесь может быть угон автомобиля. Тоже вариант у нас родового объекта. Следующий вид, это видовой объект. То есть это часть родового объекта, более узкий круг общественных отношений в рамках какой-то определенной главы Уголовного кодекса. Это, допустим, преступления в сфере экономических отношений. То есть речь идет только об экономических отношениях и о преступлениях, которые на них направлены. Либо преступления против собственности. Круг преступлений, которые направлены на причинение ущерба имуществу. Либо в отношении природной среды. То есть преступления, которые направлены на причинение ущерба и нанесение урона. природным ресурсом и иным ресурсом, который носят, является ценностью с точки зрения закона. И последний вид объектов – это непосредственный объект. То есть это те отношения, которые охраняются конкретной статьей Уголовного кодекса. В целом непосредственный объект у нас может и относиться еще и к общему объекту. По объекту преступления разобрались. Ключевое – это те общественные отношения, которым преступление наносит вред. Переходим дальше. Объективная сторона. Здесь все немножко сложнее. Что же такое объективная сторона преступления? Это один из четырех элементов состава преступления, который заключается в совершении виновным конкретного деяния, которое представляет общественную опасность, запрещенную уголовным законом под угрозой наказания. Какие же признаки объективной стороны у нас присутствуют? Есть две категории. Первая категория – это обязательные признаки. В них входят деяния, общественно опасные последствия и причинно-следственная связь. И вторая группа – это факультативные признаки. Обстановка, место, время и способ совершения преступления. И немножко о каждом. Обязательные признаки – деяние. То есть деяние может быть выражено в двух формах. В том числе это действие, либо бездействие. То есть когда мы не совершаем те действия, которые обязаны совершить. Как вариант – не оказываем помощь лицу, которая в ней нуждается, вследствие чего лицо умирает. Мы ничего не сделали, но тем не менее мы совершили преступление. Еще вариант – мы уклоняемся от уплаты налогов. Мы не платим налоги. 13% не платим. Соответственно мы ничего не совершаем, вернее мы ничего не делаем, но тем не менее совершаем преступление. Ну и так далее. Уклонение от уплаты алиментов. Тоже вариант. Мы ничего не делаем, уклоняемся, меняем фамилии, имя, отчество, сменяем место жительства. Все ради того, чтобы не уплачивать алименты. Что это повлечет за собой? Это повлечет за собой привлечение к административной для первого раза, а дальше в случае таком же к уголовной ответственности. Общественно опасные последствия. То есть это результат нашего преступного деяния. То ли мы повредили автомобиль чей-то, то ли мы подожгли дом, то ли мы вообще лишили человека жизни. То есть разная степень общественно опасных последствий. И причинно-следственная связь. То есть когда у нас есть причина и следствие. Вот между ними обязательно должна быть связь, которая называется причинно-следственная связь. И вторая группа факультативная. Да, это обстановка, место, время, способ совершения преступления. Тоже все влияет на квалификацию преступления. Конкретно на элемент состава преступления, называемый объективной стороной. То есть обстановка, то есть совокупность обстоятельств, которые отражались на степени общественно опасных последствий. То есть допустим вдруг это была боевая обстановка, это могла быть зона экологического бествия, зона чрезвычайно экологической ситуации и так далее. То есть были те обстоятельства, которые, скажем так, не совсем обыденные. Второй это место, то есть это та территория, на которой совершается преступление. То есть это могут быть места захоронения, это может быть жилище и так далее. Аналогия ясна. Далее время, период в течение которых было совершено преступление. То есть это может быть естественно военное время, вовремя или сразу же после родов, как вариант, да, если мы относим уже более к специфике совершения преступления теми или иными лицами. И способ совершения преступления. То есть это совокупность тех приемов и способов, приемов и методов, которые используются для совершения преступления. Какое же у нас значение существует у объективной стороны преступления? Значение следующее. Первое. Влияет на правильную квалификацию преступления. Мы должны понимать, что это. Кража, грабеж, разбой, убийство, изнасилование, убийство по неосторожности, убийство по умыслу. Это очень важно. Далее. Играет роль при разграничении сходных по другим признакам преступлений. То есть мы можем понять, что преступления подобные, а исходя из объективной стороны не совсем подобные. Иногда можно вспомнить про квалифицирующие признаки. То есть это, возможно, отягчающее обстоятельство или смягчающее обстоятельство. Допустим, да, вот у нас есть обстановка военного времени. Естественно, в таких условиях, особенно если мы говорим о военных, речь будет не идти уже о статье 105 убийства, скажем так. Ну, вернее, будет речь идти, но немножко обстановка влияет на квалификацию данного деяния. То есть тут есть определенные факторы. В целом, по объекту объективной стороны преступления мы рассмотрели все. Не забываем, что у нас еще осталось два элемента состава преступления. Переходим к ним. Вопрос шестой. Субъект, субъективная сторона преступления. Тут все немного проще, особенно в отношении субъекта. Кто же такой субъект? Субъект – это лицо, совершившее общественно опасное деяние и способное в соответствии с уголовным законодательством нести за него уголовную ответственность. Субъект преступления у нас, как вы уже поняли, это один из элементов состава преступления и ключевые характеристики, которые у него есть и показывают нам, является ли это лицо субъектом преступления или нет. Итак, признаки субъекта преступления. Субъект преступления, как один из элементов состава преступления, характеризуется наличием трех обязательных признаков. Угловной ответственности можно привлечь только физических лиц, которые должны 1. Достичь установленного возраста 2. Быть вменяемыми 3. В полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими на момент совершения преступления. Тут у нас сразу же вспомнится о состоянии эффекта. Итак, да, 3 обязательных признака состава преступления. Немножко окажем. 1. Возраст наступления уголовной ответственности Возраст уголовной ответственности согласно статье 20 Уголовного кодекса РФ составляет 16 лет. Это общий возраст уголовной ответственности. В отношении некоторых преступлений часть 2 статьи 20 Уголовного кодекса РФ возраст уголовной ответственности может быть снижен до 14 лет. Зачастую это тяжкие и особо тяжкие преступления. Грабеж, кража... О, господи, кража. Грабеж, разбой, убийство, особенно часть 2, Террористический акт, диверсия и так далее. То есть те преступления, которые относятся к категории тяжких и особо тяжких зачастую. То есть к лицам, которые совершают преступления, указанные уже выше, возраст уголовной ответственности будет составлять не 16 лет, а 14. Поэтому краткое резюме. 16 лет общий возраст, 14 лет специальный. Как мы узнаем, за какие преступления 16, а за какие мы привлекаем 14, открываем часть 2 статьи 20 Уголовного кодекса, там все указано. Там указаны те составы преступлений, за которые мы можем привлечь лицо с 14 лет. Немножко еще о правилах определения возраста. Лицо считается юридически достигшим возраста ответственности не в день своего рождения, а по истечении суток, на которые приходится этот день. То есть 0 часов, следующих за днем рождения суток. Это важно. То есть, допустим, мне сегодня исполняется 28 тысяч лет, но с точки зрения права, мне еще не исполнилось 28 тысяч лет. А 28 тысяч лет мне исполнится только на следующий день, и то после 0000. Я думаю, вы поняли. Вменяемость. Довольно важный, обязательный признак субъекта. Вменяемость. Что такое вменяемость? Вменяемость, когда лицо в момент совершения общественно опасного деяния в полной мере осознает свои действия и может ими руководить. Если оно это делать не в состоянии, значит лицо является невменяемым. А зачастую в этом случае лицо привлечь к ответственности мы и не сможем. Выясняют, естественно, у нас вменяемость. Да, судмедэкспертиза. Поэтому здесь есть нюансы. Лицо может создавать такую ложную видимость невменяемости, косить, как говорят, по дурачка, и тем самым пытаться избежать юридической ответственности. А здесь мы не забываем перечислить об уголовной ответственности. Естественно, находиться в психиатрическом учреждении – это одна история. Находиться в исправительной колонии номер 3 – это другая история. Поэтому тут есть определенный смысл у лица, который пытается избежать уголовной ответственности. И медицинский критерий в этом – это указание на психическое отклонение. Притом здесь могут быть варианты. Это может быть хроническое психическое расстройство, либо временное психическое расстройство. И не забываем про заболевания. Слабоумие, шизофрения, паранойя и так далее. Естественно, все это может притекать в более тяжкие формы. Есть у нас еще варианты иное заболевание психики, скажем так, афганский синдром, психопатия и так далее. То есть это все может исключать уголовную ответственность, поскольку, смотрим, признак номер 2 – быть вменяемыми, а лицо не является вменяемым. И еще, наверное, на что стоит обратить внимание – это ограниченная вменяемость, то есть частный случай вменяемости. То есть это когда лицо, признанное относительно своего общественно опасным действием либо бездействием, ограничено вменяемым. То есть если лицо признано ограниченным вменяемым, то оно может нести уголовную ответственность. Естественно, это можно учитывать при назначении наказания, но опять же мы не забываем о наличии ответственности в этом случае. Допустим, варианты не назначения наказания в виде отбытия в местах заключения, а назначения наказания в виде применения принудительных мер медицинского характера. Допустим, наблюдение врача-психиатра в амбулаторных условиях. Вот вариант. Так, и еще нюансы, да, в отношении уголовной ответственности лица в отдельных случаях. Это у нас уже третий признак, допустим, в состоянии алкогольного опьянения. Это у нас не смягчающие обстоятельства, хотя многие на это рассчитывают. Вроде как бы лицо не осознавало свои действия, не могло ими руководить, находило в состоянии алкогольного опьянения. Почему бы его не освободить от уголовной ответственности? С точки зрения закона, это не освобождение, не смягчение, а более, я вам скажу, это отягчающее обстоятельство, которое будет только усугублять всю ситуацию. Если лицо находило в состоянии алкогольного опьянения, сюда тоже можно отнести токсическое опьянение, наркотическое опьянение и так далее. То есть, все это отягчающие последствия. В отношении субъекта, не забегая вперед, у нас еще есть специальный субъект. То есть, это лицо, которое характеризуется только присущими ему отдельными свойствами. Варианты. Да, вот специальный субъект, допустим. Сюда мы можем относить, допустим, гражданство. То есть, государственная измена, у нас есть такое преступление, как государственная измена, может быть совершена только кем? Только гражданином Российской Федерации. Это говорит нам о том, что лицо, которое совершило это преступление, является специальным субъектом. В данном случае гражданином Российской Федерации. Далее. Родственные отношения. Тоже, опять же, если у нас есть уклонение от уплаты алиментов, то зачастую субъектом данного преступления является специальный субъект. То есть, родственные отношения есть. Кто попал, он не может быть субъектом этого преступления. Дальше. Должностные преступления. Взятка, вымогательство, пререшение полномочий и так далее. То есть, субъектами этих преступлений являются только должностные лица. То есть, снова, рядовой субъект. Профессия, допустим, там, не оказание помощи больному. Субъект этого преступления только лицо, которое наделено полномочиями по оказанию этой помощи. Снова-таки, специальный субъект. Ясно. Субъективная сторона. Теперь к ней. Значит, субъективная сторона является внутренней сущностью преступления. В целом, что же такое субъективная сторона? Это психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию. Это деяние характеризуется виной, мотивом, целью и эмоциями. Выделяют у нас две формы вины. Вина бывает в форме умысла и неосторожности. И есть еще деление. Умысел бывает прямой, косвенный. Неосторожность бывает преступной непрежностью, либо преступным легкомыслием. Умысел. Что же такое совершение преступления умышленно? Умысел. Это когда, допустим, прямой умысел. Это когда лицо осознавало общественную опасность своих действий, либо бездействий, предвидело опасные последствия, но, тем не менее, относилось к этому либо безразлично, либо допускало наступление этих последствий. Вариант. Хочет лицо совершить преступление. Допустим, там убийство. Берет топор, идет в квартиру, находит бабушку, убивает бабушку и успокаивается. Если было ли здесь у нас умышленное преступление. Естественно. То есть лицо заранее спланированно решило совершить преступление. Убийство. Бабушка приготовила орудие совершения преступления, явилась на месте совершения преступления, совершила преступление, довела его до конца и на этом остановилась. Прямой умысел. Косвенный умысел. Надумали мы ограбить бабушку. Вскрыли квартиру, зашли в квартиру, нашли спрятанные кровные нажитые пенсионные средства, взяли их в карман, выходим, бабушка возвращается с магазина. Раньше, чем мы планировали. Что делать? Приходится нам лишить бабушку жизни. В этом случае, был ли у нас прямой умысел на лишение жизни данной бабушки? Нет. У нас был прямой умысел на совершение кражи, то есть на тайное хищение тяжелого имущества. Убивать бабушку лицо не планировало, но допускало в данном случае, что эта ситуация может произойти. Но рассчитывало, что эта ситуация не наступит. Допускало, но рассчитывало, что прокатит, ничего не произойдет. А бабушка вернулась намного раньше с рынка, допустим. То есть был прямой умысел на совершение кражи, косвенное на совершение убийства. С точки зрения формы умысла разобрались. Неосторожность. Значит, две формы. Первая – это небрежность. Лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий, хотя могло и должно было предвидеть эти последствия. То есть можно совершить преступления по небрежности. Это первая форма. И вторая – легкомыслие. Лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, но легкомысленно рассчитывало, что эти обстоятельства не наступят. Пример совершения преступления в форме неосторожности и вида легкомыслия. Стройка не ограждена, и кран плиту с одного места на другое переносит. В этот момент проходит прохожий, и плита срывается, падает и убивает его насмерть. В данном случае был ли здесь вообще умысел? Нет. Прямой, косвенный. А была ли здесь неосторожность? Возможно. В форме легкомыслия, скорее всего. То есть лицо у нас предвидело возможность наступления общественно опасных последствий. Да, учитывая, что оно не городило территорию, на которой происходят строительные работы. Но легкомысленно рассчитывало на то, что эти последствия не наступили. Естественно, когда мы говорим с точки зрения тяжести совершенного преступления, то умысел и неосторожность не отличаются. То есть в форме умысла, если мы говорим о совершении преступления, то последствия более тяжкие, чем в случае неосторожности. Учитывая, что лицо не имело умысла на совершение данного преступления, но тем не менее преступление было совершено. И немного о преступлениях, связанных со специальным субъектом. Итак, профессиональные преступления медицинских работников. Характеристика основных составов преступлений. Значит, у нас есть несколько вариантов. Первая группа преступлений, которые могут совершить специальные субъекты, а конкретно медицинские работники, это коррупционные преступления. И тут мы видим два варианта. Статья 290 – это получение взятки. Статья 286 – превышение должностных полномочий. То есть здесь мы говорим о преступлениях, которые могут быть совершены специальными субъектами. В данном случае это медицинский работник. Следующая группа – это преступления, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности медицинских работников. Видим статьи «Не оказание помощи больному. 123. Незаконное производство аборта. 235. Незаконное занятие частной практикой или частной фармацевтической деятельностью». Это преступления, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности медицинских работников. И третья группа – это преступления, связанные с недлежащим исполнением должностных обязанностей. Итак, статья 109 – причинение смерти по неосторожности вследствие недлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. И 118 – причинение тяжкого вреда здоровью. 293 – халатность. Естественно, здесь у нас есть такая оговорка, что не все эти преступления только имеют отношение к медицинским работникам. Но, учитывая, что наш курс заточен, так скажем, больше в сторону субъектов сферы медицинских правоотношений, то мы обсуждаем отдельные вопросы именно с акцентом на этой категории лиц. Значит, еще раз, да, три распространенных категории преступлений – коррупционные, непосредственно с осуществлением профессиональной деятельности медицинских работников и связанные с недлежащим исполнением своих должностных обязанностей. Всем спасибо за внимание. Я думаю, что мы довольно подробно и конкретно рассмотрели тему, которая звучит как «Уголовно-правая ответственность в сфере здравоохранения». Всем спасибо за внимание.